Ребят, всем привет! Это Дава Дым и, соответственно, легенда кальяной культуры Сергей Путков. Мы с ним долгое время хотели снять этот выпуск, чтобы поконкретнее объяснить, что такое фрегат, что такое корабль и вообще, что такое продукт Сергея Путкова. И, собственно, сейчас Сережа у меня в студии, блядь! Ну, собственно, как бы качество картинки нормальное. У нас есть бонг, у нас есть все, что нужно. И поэтому мы сейчас будем, собственно, задавать Сергею вопросы и получать от него более точные ответы. Сергей, вообще, что это такое? Как это вообще пришло тебе в голову сделать именно табак? А, ну, принципиально идея пришла таким образом. Меня давно спрашивали, почему я не делаю никакие табаки, на что я не знал, что ответить. Собственно говоря, я ни хрена не понимаю в том, как делать влажные табаки. Ну, вернее, как я знаю общую технологию, в общих словах, как Антон показывал на видео, что там залил там чем-то сиропчиком паток и сахаром намешал, там, да, завалил чайок и, чтобы пить, покурил, как бы, да? Ну, знаешь, что это чебаку, так и сделать. Да, в теории, в практике, в теории это легко. Думаешь, да, что я сейчас пойду, куплю сырья вон за 300 рублей, бодейку вот эту. Сделал говна, все будет. Сделаю говна, зайду в аптеку, куплю глицерина. И никотина же. Никотина, да. Накапываешь. И начну, собственно, хуярить свой табак. Да, ну, вот, собственно говоря, я в таком ракурсе представляю, как это сделать, как бы, да, а вот, как, на самом деле, сделать хорошую табаку, я нихеря не знаю, как бы, да. А сухой табак я слегка догоняю, что это такое, как бы, да, это несколько, я не скажу, что это проще, на самом деле, это тоже, как оказалось, ненамного проще, как бы, да, но, в принципе, получается, можно что-то с этим делать, работать. Ну, хотя, собственно, если начало делать жидкие, то получилось и бжидкие. Ну, да. Короче, история такова, что когда-то давно в Штатах, накурившись того, что нельзя курить у нас в стране официально, да, товарищ сделал очень крепко танж. Ко мне прилетели такие вертолеты, я был, не то, что вертолеты, я был внутри, не знаю, какой-то стая вертолетов, что мне пришлось лежать полчаса на бетоне, на холодном и ждать, пока никотин за меня выйдет, как бы, да, в тот момент я понял, запомнил навсегда, что никотин – это самый сильный органический ускоритель, как бы. Да. То есть, ну, собственно, да, я все уже сказал, самый сильный органический ускоритель. Эта идея меня не оставляла в покое, как бы, да, и изначально сам продукт придумывался для Калифорнии, для своих друзей из тонеров, которые тратят безумные деньги на дорогие шишки. То есть, у меня была история, мы сидим втроем, у нас с двумя друзьями на диване, да, а перед нами вот такой пакет унция зелья заморского, как бы, да, я делаю затяжку из трубки, одну затяжку, у меня нет 4 часа. Чуваки за эти 4 часа задалбливают весь пакет, чтобы догнаться до моего уровня. Офигенно. Да, то есть, 450 баксов студентам, да и работникам каждого. Ну, это дороговато. Да, дороговато. Это дороговато. Вот, собственно говоря, поэтому у меня было решение сделать им помощь, как бы, да, ускорительное вещество на основе никотина, как бы, которое поможет им экономить на основном продукте. То есть, не мешать, а сначала делать то, что любят, как бы, да, а потом уже добиваться им и поддерживать этот тонус, да, а сразу, ребят, предупрежу, курите кальяны, курите доху, но к наркотикам не нужно. Это американская система, это американская идея основная. А вот смотри, пока есть, еще такой интересный вопрос, я никогда не был в Соединенных Штатах, да, как бы, ну, до Европы, в Европе никогда не был. Что, на Крыму не ездил? Нет. Ну, в Крыму ты был? А? В Крыму был? Да. Ну, все, пиздец. Нет, вот смотри, вот, а мне очень интересная вещь такая, есть ли разница при курении кальяна с тем климатом и с нашим российским климатом? А если табак не эклиматизирован, то есть. Нет, допустим, возьмем, да, самый стандартный табак, вот, альфакер, привезенный с России в Америку, и его там покурить, а будет ли чувствоваться какая-то разница в этом? Может, будет сильнее накуривать, будет не сильнее накуривать. Хрен уж это, я не знаю. Не обращал внимания, да? Не обращал внимания, если честно, да? Да, момент, когда я приехал в Штат и начал пробовать курить нахуй, у меня было впечатление, что я разучился делать кальян, потому что она другая совершенно. А потом потихонечку, раз-раз-раз-раз все встало на свои места и стало все четко. Какая-то разница есть, но это может быть разница от влажности. Да, то же самое, что Москва-Питер, допустим, да, или Новосибирск-Питер. А в Питере колпаки тебе нахуй не нужны, потому что ты на трех там не раскуришь, максимум минимум четыре. В Новосибирске на трех уже горит, поэтому два и колпачок. Да, совершенно верно. Да, я тоже обращал на это очень много внимания, особенно, когда ты приезжаешь в какой-то город, вроде бы начинаешь работать, забиваешь первую чашку, ну, руки-то уже знают, как это делать. Отдаешь гостям, начинаешь раскуривать, дыма нет, горит, не можешь понять, почему. Думаешь, ну все, пиздец, блядь. Фиаско, братан. А потом бах-бах-бах, да, потом понимаешь, еще очень большую роль играет, наверное, я называю слово, диалект курения. В каждом городе курят по-разному. Допустим, Питер никогда не понимал Москву, и москвичи, которые ездили в Питер, они говорят, там дерьмо курят. Ну да. А кто в Питер, они говорят, Москва, блядь, дерьмо, блядь. То же самое. Ну, давай, вернемся к нашему продукту. Продолжим, как бы, закончим эту тему, которая незаконная, как бы, да, и вернемся к баранам, к нашим кальянам. Но с этой идеей я не расставался, как бы, но точно так же понимал, что сам по себе табак нормально должен ложиться на такой табак. То есть, как бы, да, основная масса всех табаков, которые производятся для кальянов, готовится либо из Вирджинии, либо из Берлея. Да, либо из Блэнта, Орентал, Бёрлей и так далее. Вот, я подумал, что если я смешаю два основных компонента, это Вирджиния и Берлей, в определенной пропорции, то, если, допустим, табак сделан из Вирджинии, то она склеится вместе с сухой и затмит Берлей. И то же самое с Берлеем в обратную сторону. Ну, что, собственно, да, в конце итоге получилось, как бы, да. Но при этом для того, чтобы сделать жуткий ускоритель, было принято решение использовать низкоферментированные табаки из Вирджинии и Берлей, как бы, да, с высоким содержанием никотина. Ну да, которые менее отмытые, ну, ферментации меньше прошли, слоев. Совершенно верно, никотина больше гораздо, и они будут давать как раз в чашке, что, собственно, опытным путем получилось. Но, в Вирджинии и Берлей слабо ферментированные, они имеют, ну, воняют рыбу, короче. Ну, да, землей, то есть, капуэром, грубо говоря, когда же капуэрово нет. Поэтому сюда для ароматизации был добавлен каведиш, 5%, грубо говоря, фаруковое значение. Вот, перебью, каведиш. Я как бы, ну, вот, я шарю в основном в кальянных табаках, да, вот это все. А вот именно вот то, что ты сделал, я помню, слышал у тебя фразу каведиш, я подумал, что это лист табака каведиш. Да? Ну, только это Вирджиния. Каведиш – это способ обработки, да, ферментация, то есть, который... Ребят, слушайте, что такое каведиш, и Сережа вам сейчас объяснит, давай, заново, нахуй. Не знаю, я же не энциклопедия. Я знаю, что каведиш – это лист Вирджинии, там кто-то говорит, смесь Вирджиния, определенная ферментация длительная, то есть, бочек ты выдерживаешь, то есть, чём-то ещё. Чистая ароматика такая. То есть, он даёт ароматический такой эффект, такого более благородного табака, там чернослив немножко проявляется, шоколад такая. Да. Что-то такое в нём есть, да? Кофейна, молочная. Да, да, да. Вот это, собственно говоря, каведиш, он добавляется как в атаке, да, при создании трубочных табаков для ароматизации натуральной. То есть, здесь не использованы никакие химические элементы, ни жидкий никотин, ни ароматизатор, ничего, а табаки сами друг дружку ароматизируют и играют вместе. Ну да, да. Вот получается общая такая картина. Смотри, ещё вопрос. А чем фрегат отличается от ДОХи? Всем. Всем. Объясни это зрителям, потому что нас смотрят помимо там людей, которые уже шарят в кальянах, да, там и с ДОХа, и с Фрегатом, да, там и с Тамбаком работают. А есть ещё и такие наши юные падаваны, которые по сей день думают, что Фрегат это типа ДОХа Сергея Путкова. Вот нужно до них донести что и в чём. Короче говоря, изначально здесь написано МОСКУ ДОХа. ДОХа написано с ошибкой. Мне уже задавали вопросы так называемые представители, что Серёжа, ты что, дурак? Ошибся и на всех этикетах кругом написал ДОХа с ошибкой. Нет, я не ошибся, это специально сделано. Написано D-O-H-A. Да, это ДОХа, не через Кей. То есть, это стёб, полноценный стёб. То есть, это никакая не ДОХа, это обычный табак. Ну, не совсем обычный, просто нормальный табак. Дело в том, что, опять же, я сейчас оговорюсь, меня, наверное, побьют представители Бонтарта очередной раз. Какой из них? ДОХа не табак. ДОХа это растение семейства пословных, которое имеет высокое содержание негативное, как и махорка. Собственно говоря, что на горах мы получаем, когда курим через медвах или кальян, она меняет вкус. Если бы ДОХа была табаком, то смешение с кальяном табаком, она бы не давала никакого вкуса. Потому что, когда мы мешаем с табаком что-либо ещё, то, что было в начале выпуска сказано, либо, допустим, другое растение какое-то, чаёк, Иван-чай, он будет давать привкус Иван-чая горячего, ну, или клеющего, возгоняющегося. Если это табак, то вместе с табаком никакого вкуса не будет. То есть будет оттенок табачный, может доставать при определенной температуре, там, либо определенный громожет, мозг УДОХа, замешанный в табак, он может давать табачные оттенки, но это не критично. Вот, собственно, и всё. Это табак, а ДОХа не табак. Да, это полноценный табак, а ДОХа это именно вот через МИД-2 и всё остальное. Мария, у меня ещё, помню, давным-давно ты мне давал свой корабль. Да, это был первый вариант. Да, я про него не снимал обзор, потому что, собственно, я знал, что ты будешь что-то менять уже, поэтому я его оставил, собственно, до этого момента. Чтобы вы поменяли, ой, понимали, корабль выглядит вот так. Он мелко-мелко-мелко, и у него есть в упаковке... Ой, у меня просыпалось. А, у меня же коробок уже забитый. Открабки вул. Да, и здесь есть вот такой вот ништячок в виде коробка, да, поэтому, собственно, называется корабль. Дети СССРа и дети 90-х поймут, почему это корабль и так далее, но не о нём. Если хочешь, объясню. Не о нём сейчас, а мы говорим сейчас о другой вещи. Смотри. Это твой младший сын, а это твой старший сын. Я бы сказал, не так. И они кардинально отличаются. Это, скажем так, зародыш, а это живо-живо-живо-живо. Это ещё сперматозоид в яйцах, да, а это уже когда он попал в матку. Ну, нет, в матке-то он уже вышел, как бы. Ну, да, ну, а тот-то остался до сих пор в яйцах. Как бы, да, этот табак, это та же самая пропорция табаков, что здесь и здесь они одинаковые. У них нарезка, да. У них разная а, нарезка, и б, сами табаки, произрастание, зоны происхождения разные. И, соответственно, некотенозность. То есть, это табак, который мне удалось надрать без акцизных, где-то с рук там и так далее, набирал его и пытался мешать разные табаки. То есть, здесь также есть Каведж, здесь также есть Сиджини и Берлей. Изначально я предполагал, что табак нужно мельчить, как доху, делать максимально мелкой дисперсии, мелкого помола, потому что чем меньше помол, тем сильнее шарашка по мозгам. Ну, потому что она и выгорела, а крупный лист, он клеит, он потихоньку, наверное. Вот, собственно говоря, это была ручная мокрая, ручная мешка, я ее в руках перетирал, чтобы получился вот такой мелкий песок. Понимаете, когда, если у вас где-то дома есть корабль, когда вы курите, знайте, там остался вкус Сережиных рук. Главное, не думайте, что Сережа делал до этого, какие места он подчесывал, пока это все делал. Нос и уши свои. Вот, короче говоря, смысл, почему на самом деле корабль и почему фрегат. Сразу объясню. Это вернемся к началу разговора. Мне очень хотелось сделать продукт, который нужно будет продавать на грани фола с точки зрения законности его. На границе. На границе. Так поступали компании Hays, Bad Drip. В чем это выражалось? Hays, сам себе Hays дым, но в сленге это кумарка. И основные картинки, действующие персонажи, это Чимичонг, который там постоянно стопрый, дули и так далее. Bad Drip взял за основу пластиковый рыжий стаканчик таблетки, в котором хранится продукт зеленый в Калифорнии. И вот я хотел сделать как раз в этом желтом пенальчике, но потом подумал, сколько процентов населения у нас знает, что в нем хранят в Калифорнии. 0,1 или 0,2 процента КПД, никто не знает. Придется заново создавать, соответственно, это нафиг не надо. Я решил пойти глубже в Союз, как бы там, правду и Россию. Да, ближе, ближе. В чем у нас измерялись, какая была мера коробки? У нас называли корабль и стакан, как бы там стакан понятный, корабль и спичный коробок. Поэтому была тема решения сделать, назвать корабль и аксессуарные переноски спичный коробок. Изначально хотели сделать спичные коробки на притере 3D, но видишь, они поболтаются, как черти. Поэтому в дальнейшем был вид изменения, и сейчас корабли предлагаются вместе с бумажными спичными коробками, но с полноценной печатью. А, у меня есть, я там лежу. А я вот сюда красное видео ехал, забыл взять. Так вот, ладно, давайте... И, собственно говоря, корабль, мне не дали зарегистрировать название, потому что слово, в общем, появимое, корабль. Можно корабль удача, корабль успеха, но я не хочу, я хочу, просто корабль. Поэтому было решение сделать название фрегат, это тоже корабль, но ударный. И, опять же, если разбить слово фрегат на две части, получается слоган фрегейт, то да нею филингс, то бишь, открытый путь к новым ощущениям. И этот табак, он помогает раздвинуть границы как начинающих коленчиков, так и уже опытных пастеров, путем того, что дает возможность регулировать крепость, что является совершенно важным процессом в нашей работе. Теперь вопрос. Давай пока забивай бонго, бонго, а я задам тебе вопрос. Как правильно фрегат смешивать с табаком? Ложить его снизу, ложить его сверху, смешивать его и так далее. Ну, смотри, самое главное класть. Обычно ложат их, ни хера не получат лица. Да, ложат. Вот. Короче, я предлагаю его вмешивать в тело кальяного табака так, чтобы немножко пожать, чтобы он дал сок табаку и лист табачный намок. Дело в том, что вот здесь видно, что есть длинненькие, как пружинки такие, они намокаются, становятся эластичными и, скажем так, выполняют роль ребер-жесткости или пружины внутри табака. Когда ты его взрыхляешь, он остается более рыхлым, даже если ты его утрамбуешь в чашку, он, ошибка многих молодых коленчиков, они начинают трамбовать усиленно и получают камушек табачные, да, и в итоге ни хрена не курица. Да, потому что он прогорает по бокам, прогорает сверху, снизу, а вот серединка, это как тесто, значит, пирожок сделать плотный. А фрегат как раз помогает, скажем так, когда ты его утрамбовал, он все равно распирает и в итоге оставляет табак рыхлым. В этом плане он помогает начинающим курильщикам. Вот для того, чтобы курить через бонг, нужно воспользоваться грайндером, перетереть табак до более мелкой фракции. Ну, собственно, для этой темы просто показать крепость. Да, именно вот без примесей, без ничего, как бы, да. И понять, что такое никотин и луда, вот мы пересыпаем определенным табачком, объем и готовим вдаву к полету в космос. Мы не употребляем наркотики. Нет, нет, это табак. Да. Это абсолютно законный, акцизный табак, который, действие которого... Зажигалка есть с собой? Есть с собой зажигалка. Я уже курил это на выставке, ой, на презентации на ХП Лубянки. Так что я сейчас много хапать не буду, потому что там я реально хапнул лишнего, и мы с Илкиным довольно-таки... Нет, не прижимайся, кашлить будешь. Кашлить-то я вряд ли буду. Нет, если с воздуха... Ну, с воздуха, даже когда снимаешь чашку с кальяна, и просто затягиваешь та же вся дыма, попадает с воздуха. Ой, ебать! Да. Хорошенько. Прям в ноги отдает сильно и расслабляет. Прям лайф, 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 знаешь. Транслировать. Так, ну что, давай сделаем коленчик. Да, по крепкости мы, по крепости фрегата, собственно, сомневаться не надо. Он реально крепкий, он реально вот просто... Это как я когда-то попробовал первый раз в доху. Вот то же самое ощущение у меня было от фрегата. Давайте, собственно, сейчас попробуем забить. Видите, у нас есть табак гиксом, это турецкий табак. Очень хороший, и он очень довольно-таки легенький. И поэтому мы его сейчас смешаем с фрегатом. И посмотрим, что получится. И посмотрим, что получится. Как раз все, Сережа нам детально объяснит, как это все делать. Нужно ли его молоть? Не нужно ли его молоть? Сейчас я тебе пачечку помогу открыть. Оно открыто уже. О, двойное яблоко. Ставь лайк, если ты не любишь двойное яблоко. И пиши в комментариях, почему ты любишь двойное яблоко. И почему двойное яблоко, оно пиздатое. Потому что двойное яблоко придумал Бог. Ого. Так, я вижу... И ногу уже. Кого? Нормально, нормально, не жалей. Я тебя сейчас еще табаком нагружу для дома. Так. И теперь берем совершенно чуть-чуть... Или даже не чуть-чуть, давайте возьмем не чуть-чуть табачка. Ага. Зараза, он рыжий, тоже нифига не видно. Давай, пускай так будет. Да. Вот, мы вминаем табак в табачный лист. Да, пропитанный. Собираем комочек. Да? И слегка его отжимаем, чтобы табак дал сок. Но опять же, способы забивки миллион, как бы, да, как я говорил уже, табак раздвигает границы использования коренного табака. Романов, допустим, его не мешал, а чистым укладывался. Ну да. Я предпочитаю таким образом его пожелкать немножко, чтобы сок пошел, и дать ему прижать буквально несколько секунд. Ну да, чтобы он пропитался, отстоялся, да, и яблоко взыграло новым ароматом. Как тебе двойное яблоко Гиггсом? Ну, такое, по-моему, двойное яблоко, это такая чистая лакрица. Да. Это такой анис такой. Да, прям. Хорошенькая. Ух, слушай, отошел немножко. Да? Наверное, побледнел. Плюс она еще свет делает. Так, ну давайте, я думаю, что достаточно уже, как бы, не будем слишком долго ждать. Опять же, рыхление, процесс рыхления происходит гораздо проще, из-за того, что табак взял на себя часть сиропа. Ну, собственно говоря, все уже достаточно рыхло. Перекидываем в чашечку. Так, так, на колодке, да? Да. Ну все, ребят, сейчас мы немного отлучимся, у нас подойдут угли, мы заправим кальян. Помоем руки. Да, помоем руки и, собственно, продолжим все это делать. Так вот, собственно, у нас есть уже коллаут, Сережина чашечка забитая. Здесь у нас гиксом, это альтернатива табаку Щербетли, двойное яблоко и, собственно, фрикат от Сергея Путкова. Бросаем. Давай. Лапачок есть? Да, сейчас принесу, пускай греется. Ну все это начали. Выгрузили. Загрузили и прогреваем. Что еще интересного в этом табаке такого прям? Ну, собственно, ничего особенного. Просто табак и табак, но он достаточно хорошо накрывает по ушам. Опять же, из-за того, что здесь нет никакого жидкого никотина, есть только натуральный никотин, нет никаких ароматизаторов. Он играет совсем по-другому. Органика, да. Он курит совсем по-другому. Он дает мягкое, комфортное накуривание в процессе курения, достаточно сильное, бодро, но при этом достаточно быстро опускает после курения кальяна. То есть нет никакого дискомфорта, тяжелого состояния опьянения. Есть приятная, мягкая, вольная слабость. Который тоже, чтобы быстро в течение 15 минут проходит полностью. Ну да, но это хорошо, потому что бывает, ты так так же каёкнешь, бля, тебя на часа два, она просто постелила, а тебе нужно делать дела и все остальное. На вот, держите. Мон, штучок, смоке-тул. Можешь, кстати, фрегатовский логотипы сделать. На сайте смоке-тул, короче, можно приклеить. И если еще указать промокод «Давадын без пробелов», то будет еще в миллион раз дешевле. Бля, сейчас реклама была, как будто дом 2, бля, где они лошадиные силы рекламируют. Как тебе, может, таки, можно, ребят, наклеить. На вкус очень классный, очень круто грызть. Так, в принципе, я по-своему грею, я сейчас буду очень медленно раскуривать, и весь жар, который есть в колпаке, я его просто опущу вниз. Королевские мехары. Однако, здравствуйте. Ну, я заходил волшебный гексом, гексом, гексом или гексом? Гексом. Ну, у меня сейчас немного начинает, как бы ты понял, да? Нормально. Банки по коже, потому что я все сливки снимаю сейчас. Да, взрываешь, так сказать. Ну, собственно говоря, сам табачный рис раскроется чуть позже, то есть он сейчас у тебя первая волна идет, как бы, да? Да, у меня уже прошла вот первая волна, вот так. Наверное, накрытие будет, когда прогреется полностью чаша, и все листы уже, соответственно, будут готовы. Ну, а сейчас уже стало тяжелее. Это очень хорошая альтернатива, знаешь, кальянам, которые, допустим, ну, вот маленький город. Сколько стоит банка-бригада? Вот самый главный вопрос. Сколько она стоит, Сережа, сколько она стоит? Не буду тянуть резину, 500 рублей. 500 рублей. Ее хватает на порции, допустим, мешать. 40-45, в таком формате, как мы сделали. И вот представь, да, вот глубинка, ну, не мегаполис, маленький городок, да, там, где кальян стоит 300 рублей покурить. Люди хотят крепкое. А могут позволить себе щербетли или гексом. Да, вот щербетли, гексом, а далее и все остальное, да, вот. Никакого дарксайда, никакого танжа, тем более. А людям охота покурить покрепче. Это выход, это правильный выход. Потому что, если мы возьмем, допустим, тот же самый щербет, который стоит 50-60 рублей за 50 грамм, ну, из пачки у нас получится 3 кальяна. По 20 рублей получается, да, на кальяне себестоимость. Добавим фрегата на 10-12 рублей и получим покрепче, как танж на эхлайн. Вот вся история, собственно говоря. То есть, это хороший способ сэкономить на кальяне, если хочешь скурить часто, а возможности не всегда позволяют. Да. Смотри, я сейчас, ну, этот гексом перекуриваю уже очень много, у меня, ты видел, сколько их банок здесь. Он не такой крепкий был, как сейчас. Сейчас он реально вот просто очень приятно, мягко так кроет. Но есть немного привкус от листа. Может, надо положить и подождем сейчас. На самом деле, у него есть такая специфика, когда раскуриваешь, небольшой привкус присутствует. Сейчас он полностью прогреется и все, не сойдет на нет. Ну, по крайней мере, так происходит со всеми остальными табаками. Я думаю, что гексом не будет, в случае. У меня прям нормально. Прям, знаешь, это именно не крепость, понимаешь, ой, не тяжесть, а именно крепость. Она вот опускает именно вот никотин. Органический никотин попадает вот через кровь в мышцы, в организм и сразу захотелось жрать. Нет, ребят, еще раз, это табак. Ты что, жрать это давать себя сказал, просто он уже голодный. Да, просто Даша у нас там в духовке сейчас нам делает макароны под сыром по-американски специально для Сережи, потому что он как бы там был. Ой-ой-ой. Да, мы знали. Все, кто приезжает к нам сюда в гости, в квартиру, да, нашу давахата, никогда с голодным отсюда не уезжает. Мерси. Ну, сейчас он начинает. Я бы сказал, что это не привкус листа в большей степени, а как раз никотин чувствуется на корне языка. Да, прям очень хорошо. Есть тяжелая, если ДОХ, она более тяжелая, крепкая, то здесь она более именно крепкая. Очень хорошая такая, плавная и хорошо накрывает. Не, накрывает действительно хорошо, потому что я поехал, по ходу дела тоже. На самом деле никотин, он не сразу вбухивается в кровь, не сразу чувствуется, как бы, да, отличительная особенность, допустим, жесткости, это жесткость здесь чувствуется, а никотин здесь. Но чтобы сюда он добрался, нужно некоторое время, чтобы воспитался через ревиолог, прогрел. Да, я начинаю потихонечку сейчас потеть, у меня начинается мой типичный синдром, как я определяю, что табак именно крепкий, а не тяжелый. Когда у меня горло не пирошит, я не кашляю, а вот начинаю потеть. Если у меня были бы линзы в очках, да, смотрите, ребят, короночка. Это короночка. Я, пожалуй, снимаю его. Да. Он станет помягче. Вот, вот сейчас понеслась. Он выровнялся после тебя. Появилась более плотность вкуса. Ну, все, двойное яблоко, плюс это, и получилось плотный, такой крепенький, табак. Эфлайн, реально эфлайн, который вот... Да еще раз. Берли эфлайн. Дайте дернуть. Да. Не, весь прикольный, блядь. Ну, знаешь, это больше продукт, наверное, именно массовый для кальяна, потому что дома вот это, ну, тебя просто скатит быстро, либо покурил вот именно вот вечером, ни в коем случае не ночью и не утром, потому что вы, блядь, он будет хуево спать, и мне кажется, вы хуй какие дела, если вы утром покурите его, вы хуй какие дела, блядь, будете делать, потому что вы с дивана свою жопу просто не отторвете. Либо наоборот, если вы собираетесь именно так провести вечер, то welcome, я тоже как бы вам поможем. Еще вопрос, меня он очень долго интересует, я думаю, и многих интересует, да, кто именно был плотно связан, и сейчас плотно связан с кальяной культурой. Что произошло с Яки? Ну, Яки закрылся. Яки не продлили аренду, собственно говоря. Договоры работали, а мы работали без договора. Собственно говоря, проблема Яки была в том, что и было страшно постоянно инвестировать какие-то средства, то, что нет договора, и, в принципе, могут в любой момент послать куда подальше. Ну, собственно говоря, произошло не это, произошло то, что просто там не продлили аренду, сказали, что, ребят, достаточно, нужно закрываться. Ну, так все и закончилось, собственно говоря. Есть будущие проекты? Пока что будущий проект вот здесь на столе стоит, как бы, да, то есть для всей силы. А если открыть кальянную фрегат? На самом деле у нас есть задумки открыть фрегат лаунж, но это будет не столько лаунж, сколько магазин при кальянной. Ну, да. То есть там есть большая кальяна, есть предложение определенное. Либо кальяна при магазине. Ну, да, да. Купил, задегустировал и пошел вот так вот по Москве. Да, по формате будет, это будет магазин стеклянных девайсов, фрегата и типа офисы, и такой небольшой переговорной комнаты, скажем так. Штаб-квартира. Штаб-квартира, мечта есть большая, сделать большой павильон белый, белоснежный и так далее, но это большие вложения и чуть-чуть попозже, как бы, да. А пока это будет именно типа фрегат лаунж в формате спокойного, комфортного курения и теста продуктов. Как думаешь, мы все объяснили ребятам про фрегат? Ну, я думаю, что, в принципе, да, попробуйте, возьмите, найдите такую баночку в ближайшем магазине. Собственно говоря, можно заказать доставкой через кальян-код или кальянный код. Да, hukagat.com. В Москве есть в магазинах «Воскуримся», «Смоклаби», ну и «Смоклаби», соответственно, у всех остальных магазинов. А если вы хотите просто продегустировать, то я welcome, жду вас на Мята Лаунж Пушкинская по адресу Страстной Бульвар 11, он у меня там уже есть. И, собственно, мы вам там его позабиваем, а самым таким диким ребятам с запада, дикого, я вам забью «Эфлайн» и «Фрегат». И проверим вашу крепость, когда вы любите заказывать 10 из 10. Илье Романову привет. Я вижу тебя за эту хуйню. Ты сможешь делать 45 из 10. Поэтому это у нас Серёжа Путков, это его продукт «Фрегат», это «Давадым». Пиши комментарий, что ты думаешь по данному продукту, если ты его уже пробовал. Ставь лайки и давайте от Серёжи немного вам кармы, делайте репосты и всем пока. Счастливо. Так. Счастливо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...